Приветствую вас. Давайте рассмотрим ваш вопрос. Не так давно я начала консультацию с психологом по поводу неведения в любви. Он мне сразу сказал, что я должна на консультации брать с собой маму, так как все проблемы из детства. Но я и послушал с его. Прошло несколько встреч, мама всегда присутствует на наших сессиях и принимает активное участие. Цикола говорит, что это необходимо. Но раз я поняла еще свой загон. Он по поводу интима. Мне захотелось обсудить его наедине. Для этого я ему заранее написал, чтобы попросил маму выйти из кабинета для беседы один на один. И вот настал час икс. Он, как я и просил, попросил маму выйти. Я вывернула ему душу на изменку, рассказала самое сокровенное о своих заговорах по поводу интима, в частности, про дикое чувство вины перед мамой за определенные действия. Я думал, а мы как-то сейчас это проработаем индивидуально. Но то, что он сделал, меня повергло в дикий шок. Он, конечно, сперва со мной все это обсудил, потом позвал маму, а дальше взял и рассказал ей все как есть. Так и прямым текстом и сказал. И сказал. Причем он меня даже не спросил, согласен ли я на это и не предупредил, что рассказывает о маме. Я чуть не сгорел со стыда. Я была готова сквозь землю провалиться. Потом он начал проводить с нами типа гештальта, только я разговаривал не с пустым силом, а с реальной мамой. В конце сессии я была в полуобмороке от его поступка. Меня разъедал шуткий стыд перед мамой и дикая злость на психолога. Я очень хотел заказать ему скандалы, не платить из-за уязвленных чувств, но я себя пересилила и молча заплатила. Причина. Я не хотела показывать маме, что я уязвлена и что умираю со стыда. Не хотела, чтобы она видела до какой степени я чувствую перед ней от себя виноватой и уязвленный психологом. Потом я психологу все же написал, что он меня предал и что он мне больше не нужен, и я теперь не знаю, как жить дальше. И он в этом виноват. Теперь реально не знаю, как дальше жить. И дело не столько в факте предательства. Дело больше в том, как я буду смотреть матери в глаза после его рассказа. Я теперь общаюсь с ней, глядя в пол. И вообще хочется закрыть рука, но лицо в этом стыде я горю, как спичка, не знаю, как дальше жить. Я бы сказал несколько разных моментов, на мой взгляд. Первое, это то, что, конечно, у вас трап. Я с вашего позволения не буду вступать не на чью сторону, да, потому что всех нюансов я не знаю. Я, например, обвинить кого-то, на мой взгляд, очень легко, вот, а этика не позволяет мне, ну, как бы сказать, прямо оценивать действия коллег. Но совершенно очевидно, что у вас травма. И совершенно очевидно, что вам больно, и совершенно очевидно, что чувство стыда, вины вас сейчас грызет. Для меня также очевидно и то, что то, что произошло, и то, что происходит с вами сейчас, является следствием, на самом деле, продолжающегося конфликта, судя по всему, с вашей мамой. То есть это следствие этого самого конфликта. И судя по тому, что вы рассказываете, я думаю, что отношения с мамой у вас весьма и весьма непростые, весьма и весьма тяжелые. Я бы сказал, что вы привязаны к маме, эмоционально от нее до сих пор не сепарированы и так далее. Я думаю, я думаю, что в этой ситуации вам нужно увидеть несколько вещей. Во-первых, вам, как вот вы пишете, что вы не знаете, как жить. То есть что здесь получается? Здесь получается, что вы как будто бы живете для мамы, чтобы быть хорошей перед мамой, чтобы оправдать ее ожидания, если я правильно понял. И сейчас понимаю, что ожидания своей мамы вы не оправдали, судя по всему, судя по тому, что вы пишете. Вы потеряли смысл своей жизни. То есть я бы хотел, чтобы вы, наверное, как-то постарались увидеть здесь момент того, что вы вкладываете в свою фразу о том, что не знаете, как вам дальше. жить. Это первый момент, на который я бы хотел, чтобы вы обратили свою внимание. Вот. Дальше. Та травма, которую у вас сейчас, ее нужно прожить. Это лучше всего сделать с психологом, проживать свои чувства. Следующее, на что вам нужно обратить внимание, это то, готовы ли вы работать дальше с другим специалистом. То есть да, вам не понравился специалист, да, вам не понравилось то, что он делает, да, вы считаете неэтичным то, что он, как он поступил. И с точки зрения профессиональной этики, это на самом деле нарушение ее. Только, как вы сами понимаете, вам от этого не легче, не холодно и не горячее от того, что вы знаете, что вот было нарушение профессиональной этики. Боль, которая у вас есть, она, она, она есть, она живет. Я бы сказал, что ваши отношения с психологом имели место быть, точнее, в ваших отношениях с психологом имело место быть деструктивная составляющая, потому что вы говорите о предательстве и так далее. То есть если возникает вопрос предательства, значит здесь есть нездоровая, нездоровая некая деструктивная тенденция. Это совершенно не означает того факта, что то, что сделал специалист, является хорошо, это совершенно его не оправдывает, но, тем не менее. Тот факт, что специалист не заметил этой деструктивной составляющей и ничего не стал с ней делать, тоже говорит мне в его пользу. Поэтому я думаю, что вам здесь желательно выбрать себе такого специалиста, который бы вас полностью устроил. И здесь мы сталкиваемся с вами со следующей историей. Мы сталкиваемся с вами с историей о том, что вы приходите к специалисту за помощью. Специалист говорит, что ходите вместе с мамой на сессии. Вот. Вы пишете, что вы его послушали. Момент в том, что вам не нужно слушаться. Делать здесь не послушание, а делать здесь в том, чтобы вам было комфортно. Понимаете, какая штука. Вот. Чтобы вам было комфортно. Ну, вот. Вам имеется в виду... Самой. Было комфортно. Вот. Вот. И... Получается это как? Что либо вы... Либо вы пренебрегли своим комфортом. Либо вы привыкли... Вот. Случаться людей. Случаться кого-то. Дело в том, что психолог это не тот человек, которому нужно слушаться. Психолог это скорее ваш партнёр. Да, это ваш партнёр. С которым вы вместе разбираете какую-то ситуацию. То есть это кооперация. Это не про иерархию, как бы, он выше, а вы ниже. Понимаете? Какая штука. Вот. Конечно, я вам сочувствую. Я вам сочувствую. Я, правда, вот, не совсем, конечно, вижу причинно-следственную связь между вашей интимной жизнью и мамой. Как я не увидел в вашем тексте того, а как, собственно, она на это отреагировала. Ну, то есть, вот вы говорите, что вы разговариваете с ней и теперь глядя в пол. Окей, я понимаю, вам стыдно. Но как она отреагировала на то, что ей теперь стало, это известно. Какая её реакция была. И какая была реакция ваша в ответ на её реакцию. Вот. Отдаёте ли вы себе отсчёт в том, что ваша интимная жизнь никак не связана с вашей мамой и с кем бы то ни было ещё. Понимаете? Вот. Вот это вот такие аспекты. Я об этом сейчас говорю. Говорю, говорю не в связке, не в связке этого с тем, что как поступил специалист. Я об этом не говорю в качестве обзора вашей ситуации. Да? И в качестве какого-то вот, ну, наверное, в качестве какой-то основы, да? Основы для будущей работы. Понимаете, да? Вы пишите о том, что вам не везёт в любви, да? Да? И... Вы, конечно, этого знать не можете. Но, если психолог практикует гестальт-подход, то он не будет придавать такого значения детству и не будет придавать такого значения родителям. Гестальт-подход работает непосредственно с человеком в ситуации. Вот. Поскольку я являюсь в том числе представителем гестальт-подхода, я вам могу сказать, что, безусловно, мы интересуемся прошлым человеком, потому что мы все откуда-то пришли. Мы также интересуемся и будущим человеком, потому что мы все куда-то идём, но просто центральное место, на мой взгляд, занимает всё-таки настоящее. То, что находится прямо сейчас, то есть человек в ситуации. Вот. Поэтому вы этого, конечно, знать не могли, но, на мой взгляд, специалист, ну, выбрал достаточно странную модель поведения. То есть, как бы, если вы говорите, что он гестальт, но при этом он так вот говорит, что все проблемы с детства – это странно. На мой взгляд. По крайней мере. Вот. И следующий аспект, следующий аспект – это аспект того, что вы не задаёте вопрос свой. То есть, вы не спрашиваете ничего у нас, я имею ввиду, у нас, у психологов на сайте. То есть, вы написали свой текст, да, я понимаю, вы его написали, вы поделились тем, что вот, ну, тем, что вас тревожит, тем, что вас беспокоит – это хорошо. Но вопрос-то ваш в чем? Если вы про то, что вы не знаете, как вам жить дальше, то и мы не знаем, как вам жить дальше. Я бы сказал, что, пожалуй, гораздо важнее рассмотреть моменты, которые вам, например, мешают жить дальше. Или почему ваша жизнь, она менее важна, чем то, что думает о вас ваша мама. Например. Да? Кроме того, кроме того, как вы хотите жить, как вы хотите жить. То есть, вот, вы говорите о том, что испытываете стыд перед своей мамой. Да? Окей. Как вы видите, ну, вот, свою жизнь в этом смысле. То есть, вы видите свою жизнь так, что живя вы должны оглядываться на свою маму, получается. Вот. То есть, здесь вам, я бы сказал, что имеет место быть такая вот жертвенная позиция. Почему эта жертвенная позиция, в чем эта жертвенная позиция проявляется? Она проявляется отнюдь не в том, что психолог поступил правильно. Я уже сказал некоторые нюансы и надеюсь, что этого достаточно. Позиция жертвы заключается немножечко в другом. Она заключается в том, что вы, не желая платить, например, психологу, да, равно сделали это, чтобы выглядеть определенным образом перед мамой. То есть, здесь вы в первую очередь себя предали. Когда психолог начал говорить про то, что ему стало известно от вас, про вас, вашей маме, вы также его не остановили, не притекли. Да? Еще раз повторюсь, на всякий случай, что дело здесь заключается не в том, как поступил специалист. Дело здесь про вашу позицию, про ваши действия, ну, которые направлены на защиту ваших интересов и конфиденциальности. Да? Вот. Как мне кажется, вы слишком сильно доверились специалисту. Вот. Я, естественно, не знаю, сколько вы с ним общались, но вот вы говорите, прошло несколько встреч. На мой взгляд, говорить о предательстве вообще, это довольно деструктивная история, но совершенно точно, что после нескольких встреч вряд ли здесь речь идет о чем-то таком, что можно потом человеку писать, что он вас предал и так далее. То есть, понимаете, как бы в этом, вот в том, что вы ему написали, да, про то, что он вас предал и что он вам больше не нужен, в этом чувствуется какое-то желание вызвать у человека чувство вины. Да? Как бы. А это тоже в некотором смысле деструктивная история, потому что если человек так поступил, значит он считает, что это нормально и вряд ли после какой-то вашей фразы он возьмет и поменяет решение и скажет, о, слушай, ты мне написал вот так, все, я все понял, я понял, что я был неправ, так нельзя и так далее. Ну, вы же понимаете, да? Вот. То есть, у вас вот идет, идет вот тут вот такая вот немножко жертвенная пауза, это тоже нужно корректировать. Дальше, на что я хотел бы еще обратить ваше внимание. Вы, ну, живете определенной жизнью. На самом деле, не важно про какую сферу мы здесь говорим. То есть, мы говорим про интимную сферу, мы говорим про карьерную сферу, да, мы здесь говорим там про какую-то еще, не важно. Вы просто в целом живете определенной жизнью. И она, эта жизнь, не идеальна. То есть, вы живете не идеальной жизнью, потому что никто не идеален. Вы можете совершать ошибки, ваша мама совершает ошибки и так далее. Но, вы в своей жизни определенным образом поступаете. То есть, вы совершаете поступки. И вот, в вашем случае это касается интимной жизни, вот, соответственно, речь идет про то, что в своей определенной жизненной сфере вы решили поступить определенным образом, потому что вам так хотелось. Я бы рекомендовал вам просто для начала попробовать сопоставить. То есть, я чего-то хочу. Но, я считаю это очень плохим. Вот просто сопоставьте это. Я что-то хочу. Вреда прямого. От этого никому не, ни вам, ни маме, ни вашему партнеру, никому. То, что вы делаете, прямого вреда никому не несет. Тем не менее, вы считаете это плохо. Вы просто сопоставьте это и попробуйте немножечко позамечать, что будет с вами происходить, когда вы это сопоставьте. Да? Получается. Вот. Еще я хочу сказать, что, наверное, для вас, для вас будет, как бы, корректнее, да, видеть картинку целиком. А именно, что то, что произошло, является следствием ваших отношений с мамой. Вы понимаете, да? И что, да, безусловно, то, что произошло, это не очень хорошо, это неприятно. И то, что произошло, не должно было происходить. Но раз это произошло, уже, то рассматривать эту ситуацию нужно именно в таком, в таком вот ключе. Да? То есть, вы можете, опять же, обвинять психолога, вы можете обвинять, там, свою маму, 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 и вы можете даже себя обвинять. Но вам это ничего не даст, кроме страданий и увеличивающегося какого-то чувства вины, стыда и прочего. Еще один очень важный момент заключается в том, что в стыде, в стыде всегда что-то есть еще. То есть, стыд, это не только про стыд, стыд, это еще и про другие чувства, которые, как бы, оборачиваются, поворачиваются на самого человека, то есть на вас. И вам нужно эти чувства заметить. Вот в этом чувстве стыда, что там еще есть? Что там? Но это страшно, потому что там вы увидите то, что, вероятно, может сделать вас еще менее подходящей вашей маме. Еще более несоответствующей ее ожиданиям. И напоследок, Алена, я бы хотел сказать, что у меня возникло такое чувство, что вы хотите быть идеальной для своей мамы. Вот настолько, ну, вот такое у меня ощущение. И вот опять же сопоставьте то, что вы считаете, что должны быть идеальной для своей мамы, да, сопоставьте это. И то, что вы хотите сами. Попробуйте это сопоставить. И просто побудьте. Это не на то, чтобы вы нашли какой-то ответ, чтобы вы там сразу получили какое-то решение. Это именно для того, чтобы вы познакомились с собой в этом состоянии. Вот. Такая вот история. А параллельно еще в целом речь идет о том, насколько вы реализованы, насколько полной жизнью вы живете, насколько свободно вы себя чувствуете. Я не знаю, просто как вариант сейчас скажу, что очень может быть такая штука, что вам не везет в любви, потому что вы к ней тяготеетесь. То есть вы ее ищете. Вы ее ищете, соответственно, когда вы ищете, вы рисуете себе подходящих партнеров. Вот. А эти подходящие партнеры, они являются подходящими только в вашем воображении, в вашем воображении, да? А по факту же, они ими не являются. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Мне очень жаль, что с вами случилась такая история. Вы можете выбрать любого специалиста на нашем сайте, работать с ним, если ничем не отличается от той формы работы, которую вы описывали. Вот. И я могу сказать, что, насколько мне известно, большинство из нас работают в индивидуальном режиме. То есть мы, конечно, проводим групповые консультации, но в основном мы работаем все-таки индивидуально. И мне кажется, что вот самый главный опыт, который вы могли бы вынести из этого, это опыт того, что вам не подходит грубовая консультация, вам не подходит консультирование вместе с мамой. Ну, то есть, на мой взгляд, вы еще вот не готовы, не готовы к тому, чтобы вот с мамой. Я, конечно, не знаю, как проходили ваши консультации вместе с мамой и нравилось ли вам то, что мама была рядом и так далее. Но, тем не менее. Тем не менее. Еще я бы сказал, очень важной является такая составляющая, как кооперация, да? То есть, очень важно, чтобы чувствовали, что психолог это тот, кто, ну, ваш кооператор, вот, скажем так, он не над вами, он не ниже вас, он идет рядом с вами, вот. Если вы не чувствуете, что специалист в ваш союзе, то это повод это обсудить, как минимум. То есть, это повод вот прям вот в диалоге, в контакте с человеком, вот так сказать, что я вот не чувствую, что мы с собой в кооперации находимся, да? Я не очень понимаю, чего ты хочешь. Для меня. Вот. Такая вот история. Кстати, а вы у данного-то психолога спрашивали, что он хотел, так поступая, а чего он хотел? Вот. Вы также не сказали, как он вам ответил на то, что вы ему написали. На этом все, я надеюсь, что это было полезно, интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! validation. Значит anecdote. Юля Только это ан纏. В это время. Удачи! 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 Удачи!